Если работа не приносит удовольствия, стоит ли развиваться в ней или достигать и достигать профессионального уровня? Я бы дал такое пояснение к этому вопросу. В основном, знаете, верующие люди считают, что нужно заниматься только тем, к чему лежит сердце, ну к чему благодать или знаете, если есть какое-то напряжение или есть какие-то вот что-то не подходит и там не по мне, то они бросают и говорят, нет тут Бога. Так и в церкви они очень многими вещами тоже занимаются. Вот как понять, чему себя посвятить? Вот если мы работаем, что это должно быть? Это должно быть так само по себе, без меня или с каким-то усилием. Как разобраться правильно, вот разобраться в профессиональной деятельности, потому что мы же знаем, что даже и в служении бывает, ты теряешь, скажем так, запал, да или там что-то становится тяжело, трудно и тоже ты думаешь, как заниматься дальше или найти то, от чего тебе будет радостно и хорошо. А разъясните вот и людям и мне, пожалуйста. Савелия, давай начнем. Во-первых, нужно понять, в чем проблема. Ну смотри, удовольствие или нет? Наслаждаются ли человеком? Если человек наслаждается тем, что он делает, то такого вопроса нет. Почему такой вопрос? Потому что много проповеди на эту тему. Я просто хочу сказать, что обычно у человека возникают проблемы с работой, тогда, когда ему не нравится либо то, что он делает, либо то место, где он работает. Да. И здесь нужно разобрать две вещи. Во-первых, иногда человек работает не на том месте, куда он призван. Это реально не Божья тема и это от гордости, потому что вот он считает, что он пойдет работать в какое-то место X, потому что там больше платят или там есть большие возможности карьерного роста. Ты думаешь, это от гордости, только от гордости? Я не говорю только, но по крайней мере, там элемент гордыни точно присутствует. Написано, что гордым Бог противится. Вот я когда приехал, я проработал в Израиле там четыре года до четырех лет. Все, чем я занимался в большей части, мне не нравилось. Еще раз. И это было не от гордости, а от того, что мне нужно было работать, чтобы получать деньги. Вот. Ну, я вот возьму в мирского тренера. Прости, что я тебя даю. Не, все правильно. Я тебя просто сразу, да. Да, есть о чем поговорить здесь на эту тему. Но вот есть такой человек, зовут его Роберт Киасаки. Да. Он говорит, не устраивайтесь никогда на работу ради заработка денег. Я с ним полностью согласен, потому что я считаю, что человек призван не только для работы. Он призван и для карьерного роста на этой работе. И для удовлетворения. И может быть, для удовлетворения своих каких-то, может быть, и даже амбиции, если они здоровые, да, потому что, ну, мотивации свои. И большинство людей устраиваются на работу, те, кто недовольный, я говорю, да, устраиваются. Не говорю, что ты так устроился на работу. Нет, ты можешь даже так сказать. Может быть. Но устраиваются именно потому, что вот им кажется, что здесь им будет лучше. А потом говорят, я молился, конечно, но мне кажется. Да, то есть, либо ты молился, и тебе Бог дал ответ, либо тебе кажется. Ну, два варианта, да, не обвиняй никого. Теперь предположим, что человек пошел работать по молитве, по откровению, ему Господь реально показал, там духом привел куда-то и действительно все началось хорошо, а потом ему раз, перестает нравиться. Нужно проверить, не в бунте ли он находится. Потому что иногда мы не готовы к принятию воли начальствующего. Он начальствующий на то и поставлен над нами, начальствующим он даже меч носит, если что. Но сегодня, конечно, голову не рубят, но уволить могут, если что. И нужно понимать, может быть мы в бунте, может быть мы не согласны с какими-то правилами этого места работы, может быть там корень проблемы. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. По мнению, нужно копаться, в чем проблема. Наверняка, я, например, как человек, который личностным ростом, как мы его сегодня называем, занимаюсь давно, я, например, верю, что если уж мы создали по образу и подобию Бога, то Бог заложил в наш вот этот вот орган, который между правым и левым ухом у всех находится, не все умеют им пользоваться, но там заложены все ответы на все вопросы. Но вот смотри, приходит тебе человек. Сейчас, секунду, я просто закончу мысль, да? И там заложены ответы на эти вопросы. Почему мы им не пользуемся? Потому что мы недостаточно умные или недостаточно мудры? Нет, мы просто этому никогда не учились. Этому нас не учили. Особенно люди, которые рождены были и выросли в Советском Союзе. Нас не учили вообще соображать. Нас учили складывать, вычитать, столбиком, не столбиком там. Но соображать нас не учили. Вот соображать – это как раз то, что Бог в нас уже вложил. Если мы будем сопоставлять истину с жизнью, то мы начнем выявлять для себя волю Божью. И тогда мы найдем ответы на все вопросы, потому что там уже, как усознанно… Это понятно. Но вот к тебе приходит человек и задает тебе вопрос вот такой простой. Я занимаюсь делом уже сколько-то лет, но это не приносит мне удовлетворения, не приносит мне вот такой отдачи, как я хотел бы. Стоит ли мне дальше? У меня есть предложение дальше пойти на курсы, повышение квалификации, обрести более новый уровень и все остальное. Вот стоит ли мне идти туда или нет? Что ты посоветуешь этому человеку? Я посоветую ему не задавать таких вопросов, потому что вопрос некорректный. Я не знаю его ситуацию. Это по-еврейски, да. Ты что задаешь такой вопрос? Я могу ответить на вопрос, спросить его, с какой целью интересуетесь. На самом деле, проще всего задать ему три простые вопроса. Первое… То есть здесь вопрос, а задаю я. Первое. Вопрос, а почему он вообще на этом месте работы оказался? Это все равно, что, знаете, приходят люди и говорят, что-то я в своей жене разочаровался. Ну подожди, но это возможно? Человек в самом начале выбирает себе институт. Он идет, ему кажется, или родители его туда впихнули, либо ему показалось, что он может этим заниматься. Он идет и становится электриком или кем-то еще. А потом в каком-то момент он понимает, что это не то. Такое же может быть. Ты же соображать начинаешь не в 18 лет, а в 35. Понимаешь, поэтому в лучшем случае. Меня уже не раз упрекали за то, что я некорректно выразился по поводу серебролюбия. Хотя я потом объяснил, что я имею в виду. Но я попробую сейчас сказать. Свидетельство, личное свидетельство. Когда шла речь о моем поступлении в какое-то высшее учебное заведение, меня все отговаривали поступать в медицинский. Вот ну все. Хотя я как бы думал, что знаете, как вот в том фильме про «Отец солдата», как же называется, что его отец сбил солдата, его отец-отец сбил. У нас в каждом поколении есть врач. И я думал, я буду врачом. И проучившись солидное количество людей, я понял, что я не буду просто. Я бросил это дело, я просто перестал заниматься медициной. Ты подал в обморок, когда видел кровь? Вообще нет. Я вот еще чуть-чуть и может быть стал бы врачом. У меня нет с этим проблем. Но я понял, что я в этом дальше не буду продвигаться. Мое свидетельство такое. Тогда я еще не был верующим человеком, естественно. И мое свидетельство такое и до сих пор. Если я двигаюсь в чем-то, и в этом нет устройства никакого вообще, то есть я вижу, что в этом нет развития, я не хочу с собой носить чемодан без ручки, который нести неудобно и выбросить жалоб. То есть ты меняешь. Я буду искать то, где будет устройство. И у меня, лично у меня, я не навязываю эту тактику никому, но лично у меня есть понимание, что главное действовать. Потому что Бог не помогает тем, кто сидит. Он помогает тем, кто идет. И если у Бога есть воля на то, чтобы я что-то корректировал, Он мне сам это покажет. И поэтому я для себя, как бы я говорю, что мое следствие такое, меняй какие-то жертвы, но в разумных пределах. Остаться на неделю без работы ради того, чтобы найти что-то гораздо лучшее. Это лучше, чем сидеть и причитать, что все плохо. Потому что мы перестаем концентрироваться на Боге, концентрируемся на том, что все плохо. А это тактика дьявола, и мы не должны просто поддаваться на это. Пострелизер, скажите ваше слово. Затай вопрос, пожалуйста. Потому что так столько много... Если работа не приносит удовлетворение, стоит ли развиваться в ней и достигать профессионального уровня? Или вот найти что-то другое, что ты думаешь? Во-первых, желательно, чтобы работа приносила удовлетворение. Но это идеал. Это идеал. Мы говорим об идеале. Мы говорим об идеале. Большая часть людей в процентном соотношении идут совершенно другим путем. Они понимают, написано, человек работает, потому что понуждает его на то род его. Я бы здесь разделил на две части все-таки людей. Первая часть людей – это люди неженатые. Я бы взял так. И люди, которые есть семьи. Человеку, у которого нет семьи, он может себе позволить пробовать очень много. Пробовать, испытывать и находить однажды то, где ему классно. Где ему нравится, он может возрастать, расти, расти, расти. Но я рекомендую даже, не просто говорю, что он так может быть, а рекомендую искать, пробовать. Не стоять на одном месте. Нашел работу. Это не Советский Союз сегодня, слава богу, где работали люди в 25 лет и так далее на одном месте. И нельзя было никуда двинуться. Да, так и было. Сегодня у меня дочки, они меняют работу, потому что здесь, я поощряю эти вещи. Почему? Потому что они еще в процессе будут учиться. И сегодня они еще день будет хорошо. То есть должно быть хорошее место, удобное для работы. Должна быть хорошая атмосфера. Атмосфера. Атмосфера, то есть люди. И должен быть хороший заработок. И надо искать. К сожалению, когда человек женится, это к счастью, надеюсь, для многих, но когда он женится, он теряет такие возможности, потому что ему нужно обеспечивать семью, детей и так далее, и так далее. Я, как и ты, когда приехал в Израиль, тоже работал на заводах. Да, очень тяжело. И каждый раз ко мне хотелось бросить этот кондиционер, который я собирал, и уйти, я вспоминал своих троих маленьких детей, я понимал, я не могу себе это сегодня позволить. И я стоял, добывал эту 12-часовую смену каждый день. Но, я молился, я молился, и я искал, конечно же, я развивался как пастор все время, но я искал себя, и Господь, Он отвечает на молитвы. Я принял для себя однажды решение, как на каком-то этапе, что я буду работать там, где мне хорошо, где хорошая атмосфера, да, и где хорошо платят. Ты стал выбирать. Вы знаете, мы можем себе это позволить, может быть, не сразу, но на определенном этапе. Вот, большинство наших телезрителей, они с России, да, с Украины, я думаю, там, с других стран. С Белоруссии. С Белоруссии. Эти люди живут в своих странах. То есть, их родной язык, он их родной язык, он единственный их язык. Мы приехали, особенно в Израиль, нам пришлось всем изучать иврит, да, и я тогда удивился одной вещью. Я, когда приехал в Израиль, я искренне верил, что я выучу иврит, и у меня будет все хорошо в жизни. И в процессе жизни я начал обращать внимание, что вокруг очень много людей говорит на иврите, но их работа хуже, чем моя. У меня было то же самое, да. Я тут не понял, где вот это. Мне говорили, учи иврит, тогда будет все в порядке, а я уже на работе, на своей, и понятно, какой видел людей, которые прекрасно говорят на иврите, но делают то же самое, что и я. Которые родились в Израиле. Да, а значит, в чем-то другом смысле. И да, я понимаю, что это зависит от меня. Меня Бог миловал, я не работал как бы на заводе, я работал охранником простым. А-а-а, вот видишь, тебя Бог миловал. Я маслядимый кондиционер, я не таскал, я их собирал. Но я хочу сказать, как подытожить, может быть, вкратце, то, что мысль, когда ты находишь то место, где тебе хорошо, а это место нужно найти, ты должен сделать максимально для того, чтобы стать лучшим на этом месте. Особенно, если ты христианин, ты должен стать лучшим, постараться на нем там, где ты находишься. Потому что, когда ты говоришь людям, что ты веришь в Христа, люди начинают вдруг, почему-то, пристально за тобой наблюдать. Да, и ты становишься представителем Царства Божьего, в конкретном месте ты находишься. Делать нужно как для Господа, а не как для человека. Аминь. Это правда, это очень хорошее заключение, да, в этом вопросе, то, что в действительности бывают разные обстоятельства ситуации, бывает, ты не видишь карьерного роста, а, возможно, тебе нужно подождать, возможно, тебе действительно что-то нужно поменять, да, но в целом все равно человек должен стремиться. Если вы сегодня находитесь на рабочем месте, вы понимаете, что это вроде бы не ваше, развивайте в себе какие-то другие направления, да, начинайте смотреть куда-то еще. Если есть возможность поучиться или каким-то образом повысить квалификацию, повышайте. Знайте, и, как уже сказали братья, поставьте Бога на первое место, пусть Он руководит вами, пусть Он подскажет вам, даже если сейчас вы ничего не слышите, не отчаивайтесь и идите туда, куда влечет вас свое сердце. Давайте, пожалуйста, добавить одну очень важную вещь. Я хочу сказать, дорогие друзья, просто вот, как бы, ободрить вас, вы не призваны жить в рабстве. Там, где вы сегодня находитесь, если вам не нравится, вы не в тюрьме. Я посещаю тюрьму много лет. Мы надеемся, да. Да, я посещал много лет тюрьмы, и вы знаете, там больше 10 лет, и да, человеку некуда деться, у него 4 пожизненных. Он будет жить в тюрьме долго, всю жизнь. Вопрос стоит в другом, что мы находимся с вами на свободе. Это нормально, когда человек ищет там, где трава зеленее. То есть тебе не обязательно есть сухую траву в каком-то месте. Возможно, я кому-то это сейчас говорю пророчески, но тебе нужно искать то место, где будет хорошо тебе, где будет хорошо для твоей семьи. Возможно, это даже нужно, можно будет куда-то переехать. Возможно, поменять город, поменять страну. Однажды я сидел в 95-м году, я сидел на заваленке, я работал комбайнером в колхозе, в России. Я сидел на заваленке таком, и вот с двух сторон вокруг меня, ну, возле меня сидело два деда, два деда, которые было по 70+. И мы сидели все в фуфайках, в пиджаках, доставали махорку из, я тоже еще не верующий был, газеты в одном кармане, махорка в другом, мы крутили, курили и разговаривали. Я посмотрел на пальцы этих дедов, на руки, они были вот такие вот скрюченные, такие, знаете, вот как борозды были, от лопаток, от всякой работы. Я посмотрел на своего деда, который сел с левой стороны от меня, посмотрел на соседовского деда и сказал, мне это не надо. Я в другой день встал и уехал. Понимаете? Я думал, ты скажешь, как раз это мне и надо. Мне это не надо. Я поднялся от людей, я просто уехал. Мы созидаем свою жизнь. И, конечно же, идеально, когда делаешь с Господом, но мы созидаем свою жизнь. Я посмотрю, с тобой не согласиться, это не идеально, когда мы это делаем с Господом, это обязательно, потому что написано, что Бог приводит нас к злачным пажетям и к тихим водам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok